Здравствуйте, мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня пробежимся по царству огурцов и сделаем кое-какие работы над ошибками прошлого сезона. У меня в руках две пачки. Это сибирская гирлянда и таганай. Многие из вас купили эти семена и, я надеюсь, остались довольны, потому что проверено огурцы очень даже неплохие. Так вот, мои дорогие, вы в этом году, накупив модных дорогих семян, ошибки сделали все те же самые. Не подготовив почву, не посеяв заранее рассадой, не думая о том, где этот огурец должен расти, в теплице, на вертикальной шпадере или на бамбуковой палке, либо это все-таки был парник, для вас все едино. Очень сожалею, что вы так думаете. Если сибирская гирлянда сама за себя, название само за себя говорит, что это гирлянда, и она должна висеть вот так, огурчики, значит вертикальное выращивание. Идеальный огурец для того, чтобы сформировать в один стебель. А он и не пытается боковые распустить особые. Замечательное растение. Но таганай-то другой, и он предназначен для горизонтального выращивания. А вы запялили и его на вертикальное. А некоторые из вас сибирскую гирлянду посадили в парник, чтобы он спокойно там себе упал на землю, нахватал болезней и не формировал плоды. Ну не надо так делать, пожалуйста. Правда, очень тяжело ориентироваться среди вот этого всего. Господи, тут 6 метров только огурцов, и ни разу не повторилось название. Но ваша задача выбрать то, да посидите вы в этом интернете, да, повыбирайте вы в конце концов то, что вам хочется. Не понимаете, что там в описании, и все одинаково. Ну откройте вы Госреестр России, огурцы там мелкоплодные, предназначенные для защищенного грунта, предназначенные для открытого грунта, для временных укрытий. Так это вообще звучит. И вы сразу поймете, что вам надо. Мы ведь с вами уже проходили, что огурец, предназначенный для выращивания в защищенном грунте, значит вертикальное расположение плети. Правильно? И не прищипываем его. Если только боковые достают, тогда их удаляем. И то частично, потому что у основания, вот центральной стебель, основания бокового побега, там тоже могут быть огурчики. Если он предназначен для выращивания в парнике, что это значит? А это значит, что он прищипывается. Но к таганаю это не относится. Он располагается горизонтально. И все время образует такие пучковые, ну такие прям, знаете, кучи. И там огурцов немерено. А вы, наивные мои, думаете, что если я все-таки вырастил в горшочке, если ростковая муха не высосала семечка, значит у меня все должно вырасти само. А кормить кто будет? А правильно поливать кто будет? А огурчиков завязался миллион, а они не могут набрать зеленую массу. Что делать надо? Господи, боже мой! Конечно, развести мочевину, столовая ложка на 10 литров воды, и опрыскать вечером свои плети огурцов, и еще полить под корень. И все, проблема решена. Не хотите мочевину? Ну я вас понимаю. Тогда черный хлебушек настаиваем. И этот рецепт вы тоже знаете. Травку настаиваем. А вы как думали? Вы думали, что все так просто? Потому что интенсивная агротехника на нашем огороде подразумевает, что надо вносить и органику, и минеральные соединения, но только в дозе, пусть в два раза меньше, чем написано на пачке. Но вносить-то надо! И делайте вы это с осени! Ну, правда, уже что-то, уже я не понимаю вас. Вы хотите огурцы? Или вы хотите просто плети зеленые? Да и плетей-то зеленых, как правило, не бывает. Перестаньте высаживать огурцы в одной и той же теплице, в одном и том же парнике. Каждый год меняйте местами с помидорами. Болезней нет одинаковых. Понимаете? И все у вас получится. Не забудьте, что есть прекрасный препарат глиокладин, вытяжка из подземного гриба, которая, ну, на процентов 70 лишит растения заболеваний. Уж фузариоза-то 100% лишит. А вы все одно и то же. А мне некуда сажать в одной теплице коммунальная квартира. Сколько это может продолжаться? Нет, мои хорошие. Пускай вот такой парничок будет, но тут будут только огурцы. И вот такой маленький, только помидоры. И пускай каждый год меняете местами. А вообще лучше, чтобы у вас трехпольная была система. Три парника. Огурцы. Вот, кстати сказать, огурцы-то с помидорами полбеды. А вы знаете, что после перцев, после подсолнухов, после картофеля ничего не растет хорошего? Почему? А потому что земля устала. Понимаете? Обедненная почва настолько, после перцев, заметьте. А вы опять на это место, опять перцы, а потом, глядя на свой урожай, вам становится страшно, потому что ничего не выросло и не вырастет, пока вы не научитесь любить землю. Наша задача на этой земле не испоганить ее, а сделать ее плодородной. У вас же столько зеленых остатков. Вы почему не закапываете все это? Почему не режете там? Да, Господи, Боже мой, вот этот навоз сдался вам. Вы и с ним-то не умеете обращаться. Все, я ругаться прекращаю. Хочу сказать, что прошлогодние новички заслужили право быть на нашем огороде. И то, что вы проверили годами, это все очень хорошо. Если вас устраивает Машенька, пожалуйста, устраивает Клавдия, пожалуйста, если это, Господи, да тут столько названий, я даже куражи, паратунки, да пожалуйста, только землю делайте ту, которая нужна данному виду растений. А я люблю предгорный виноград. На этом всего доброго и до свидания.